Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет читаем книгу Исаии. На очереди 14 глава. Основное содержание этой главы – это пророчество против Вавилона. Пророчество это началось в 13 главе против Бавеля, продолжается в 14. Но первые три стиха 14 главы – они о восстановлении Израиля, о том, как Господь помилует свой народ. А вот с 4 стиха речь опять пойдет о Вавилоне. Близко время его, и не замедлят дни его. Ну, наверное, речь это Бавеле. Его время близко, его кончина близка этого, города Бавеле и всей Вавилонской державы. «Ибо помилует Господь Иакова и снова возлюбит Израиля». Вот это помилование, умилостивление над Израилем, Иаков и Израиль – это одно и то же, любовь Бога к Израилю проявится в том, что Господь положит конец рабству своего народа. Медийцы положит конец правлению вавилонских властелинов, о которых речь шла в 13 главе. Наказан будет Вавилон, разрушен. В этом проявится милость Бога к своему народу, к Израилю. Так вот, Господь, освободив свой народ, читаем мы, «Поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Иакова». Ну, частая тема для Исаии, вспомним хотя бы. В начале книги говорилось о том, что все народы потекут к Сиону, ибо с Сиона выйдет закон Тора, и все народы придут и будут служить Господу. Такое эскатологическое, мессианское пророчество. И вот здесь тоже говорится, что народы, иноземцы, освобожденные из-под Вавилонского ига, они прилепятся к дому Иакова. Прекрасный образ для этого предлагает в Новом Завете апостол Павел. Он, обращаясь к верующим из языческих народов, говорит, «Вы были дикой маслиной, ветками дикой маслины, но вот вы привиты к природной маслине, к Израилю, и стали с Израилем одним народом, вошли в избранный народ Божий». Вот тема, начатая древними пророками, находит так свое продолжение в Новом Завете. Вот здесь тоже иноземцы прилепятся. Почему? Потому что правда в доме Иакова у израильского народа, у них истинное богопочитание, у них истинное богопоклонение, у них правда и истинная вера, истинная религия. Так было в древности. Единственный народ, почитавший истинного бога, это были израильтяне. Народы это осознают и прилепятся к дому Иакова. В другом пророческом месте у другого пророка сказано, что народы придут и скажут, «Только ложь наследовали отцы наши, то, в чем нет никакой пользы, раскаются в своих заблуждениях и примут веру истинную. И возьмут их народы». Возьмут кого? Израильтян. Возьмут их народы, израильтян, пленных в Вавилоне, и приведут на место их. И дом Израиля усвоит их себе в земле Господней рабами и рабынями и возьмет в плен пленивших его и будет господствовать над угнетателями своими. Вавилоняне и другие народы, угнетавшие Израиль, теперь получат возмездие и сами будут в порабощении, в угнетении, как сказано здесь в 14 главе Исаии. Эта тема тоже не раз звучит у пророков, и у того же Исаии она еще будет звучать, и у других пророков она звучит, у Михея, в частности, современника Исаии. Тема того, что израильский народ будет господствовать над языческими народами. И будет в тот день, третий стих, тот день это айом агу, это синоним дня Господня. Когда встречается вот эта вот синтагма, это словосочетание тот день, речь идет обычно о дне Господнем. О дне Господнем, о котором говорилось в предыдущей, 13 главе. И будет в тот день, в день Господень, когда Господь устроит тебя, тебя, то есть Израиль, обращение прямое к Израилю, от Бога, устроит тебя от скорби твоей, и от страха, и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был. Вавилонское рабство тяжкое, долгое, продолжавшееся несколько десятилетий, окончится. И вот когда оно окончится, ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь, как не стало мучителя, пресеклось грабительство. В оригинале, в еврейском тексте, здесь не песнь, а Машаль. Машал – это притча. Книга Мишлей есть, книга притчей. Здесь Машал – такая саркастическая притча о Вавилоне, которую произнесут израильтяне. И скажут, как не стало мучителя, пресеклось грабительство. Мучил и грабил Вавилон, все народы, в том числе израильский народ. Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык. Вот эти самые властелины, владыки, вавилонские повелители, императоры своего времени. Вот их жезл – жезл – это символ, это орудие власти. Пастушеский жезл, а потом жезл правителей. Правители – это пастыри своих народов. Императоры – они пасут всю империю. Так вот, не случайно у императоров скипетры державы в руках. И в текстах, пророческих текстах, не священники, не куганим, а именно правители, цари, князья, называются пастырями, потому что они пасут свои народы жезлом железным. Так вот, этот скипетр, этот жезл, жезл нечестивых, скипетр владык, он будет сокрушен Господом. Здесь уже говорится о том, что Господь уже сокрушил в своем плане этот скипетр. Будет сокрушен скипетр и держава Вавилона, потом и персов тоже, и греков, и римлян, и византийцев, и всех империй, и Российской империи. Все жезлы и скипетры Господь сокрушает в определенное им Всевышним Повелителем и Владыкой, Творцом неба и земли, Царем царей, в определенное им время. Поражавший народы в ярости, ударами неотвратимыми, во гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием. Вот, каков он был Вавилон, а что с ним стало, мы читали в предыдущей, и что с ним будет, мы читали в предыдущей главе. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости. Ига Вавилонского императора сброшена с народов. Жители всей земли восклицают от радости. И вместе с ними восклицает вся природа. Кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские, говоря, с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас. Вавилонский царь приказал долго жить, почил, а вот народы возрадовались. И вместе с ними радуются кипарисы и кедры, самые величественные деревья на Ближнем Востоке. Кипарисы, а еще более величественные, чем кипарисы, кедры, берош, арз, кедр. В десятером не обхватишь ливанские кедры. Кто бывал в Ливане, в одном из заповедников, их там два, тот никогда не забудет эти величественные деревья. Возраст их 3-4 тысячи лет. В десятером даже их невозможно обхватить. Их ствол, они действительно могущественны. Но, к сожалению, эти кедры с давних времен, еще с древнеассирийской державы, служили строительным материалом для вавилонских и ассирийских городов. Например, один из ассирийских владык построил даже целую новую столицу Кальху из кедров, которые он нарубил на Ливане. Что такое срубить такой кедр? Трудно себе представить. Даже с помощью современной техники это, наверное, придется немало попотеть. Ну, а тогда, что из себя представляла эта рубка кедров на Ливане, на Ливанских горах, а потом их транспортировка в Междуречье, был тяжкий, тяжелый рабский труп. И вот даже кипарисы и кедры Ливанские возрадуются, те из них, что остались несрубленными, о том, что вот, наконец-то нас никто не приходит рубить. Ну, а подземелья, преисподняя, тоже радуются. Ад преисподний пришел в движение ради тебя, ради вавилонского царя. Это кто к нам тут спустился? Сам повелитель, сам вавилонский царь, самый великий из людей того времени, говорит ад, говорит, ну, ад. В Священном Писании Ветхого Завета, в Танахе, слово ад нет. Есть слово шеол. Шеол, так здесь и сказано, в 9 стихе, метахат, шеол, метахат, шеол, который снизу, преисподняя земли. Собственно, здесь прилагательное преисподне употреблено, им переведено вот это тахат, нижний преисподний. Но не ад, а шеол, царство умерших. Царство подземное, куда сходят все по ветхозаветным представлениям, все усопшие, все и праведники, и грешники, цари и рабы, повелители и подчиненные, бригадиры и рабочие, и президенты, и их секретари. Все туда сходят, в этот шеол, не сходят, пускаются в это царство смерти. Ад преисподний, шеол, метахат. То есть этот шеол, метахат, все его обитатели пришли в движение. Ради тебя обращение, прямая речь, прямое обращение к Вавилону, чтобы встретить, царю Вавилонскому, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя рифаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Рифаимы, древние обитатели, великаны, исполины, полумистические, полумифические вот эти вот люди, которые населяли когда-то Восток, вот эти самые рифаимы. В Псалмах есть интересное место про рифаимов. Кстати, рифаим очень близко по звучанию слову «рофе», врач, лечащий. Рофе, вот, там в Псалмах непонятно, речь идет о врачах или о великанах, исполинах, этих рифаимах. Вот, но рифаимы часто упоминаются в Священном Писании Ветхого Завета, в Танахе. Вот здесь они упомянуты. Рифаимы, эти исполины, лежащие в подземелье, в Шеоле, они тоже все встали со своих мест и пробудились для того, чтобы встречать Вавилонского царя. И вместе с ним все языческие цари, как здесь сказано, цари народов, встают со своих престолов. То есть, они там, в Шеоле, пророк Исаия изображает их, как сидящими или возлежащими на своих тронах. Все они будут говорить тебе, «И ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам». То есть, такой великий владыка, такой великий повелитель, ничем не лучше нас, так же будет лежать в опрахе, среди червей, в пыли, как и все мы, вавилонский царь. Когда-то нами повелевал, вассальными царьками и князьками, а теперь такой же, как мы. Злорадствуют они, насмехаются над ним, злорадно приветствует его опускание в эту, в преисподнюю, в Шеол. «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь, над тобою, под тобою подстилается червь, и черви покров твой». Ну, что происходит с человеком в могиле, в каменной гробнице, в земляной могиле, мы все знаем. Как сказано, умножающий плоть умножает червей. «Как упал ты с неба, Деница с Инзари». И вот с 12-го стиха начинается 12-й, 13-й, 14-й. Стихи — это своего рода такая насмешливая песнь, которую, между прочим, отцы церкви, древние церковные толкователи, комментаторы, прилагали к первому павшему ангелу, к этому Люциферу, к этому Денице. Но вот здесь этим Деницем, сыном Зари такие обороты, такие слова, такие эпитеты применяются часто в угорицкой поэзии, к тем или иным божествам угорицкого пантеона. Вот здесь вполне в таком общем-лижневосточном стиле божественных гимнов, в частности, угорицких, вот здесь говорится о Вавилонском царе. Называется он Деницей, Авророй, первой зарей, утренней, прекрасной, да? А что с ним произошло? Как он извернут? Как упал? Как упал ты с неба, Деница, сын Зари? Разбился о землю, попиравшей народы. Вот попирал народы, а теперь сам разбился. А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Север, Цафон. Оттуда вообще приходят в Израиль враги. Ну, а север также в угорицкой мифологии. Гора на севере. Это какой-то аналог греческого Олимпа, наверное. Вот там собирали все божества угорицкого пантеона. Финикийские божества вот эти собирались на свой божественный совет. Там у них происходило совещание. Так вот, здесь упрекается этот вавилонский царь за свою гордыню, за свое надмение, что он, ишь ты, среди богов престол свой поставил на краю севера. Взойду, говорит, на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Возгордился. Буду как бог. Вот. Но павилонский царь низвержен. Низвержен также и сатана. Сатан давно, в начале истории мироздания, восставший против Всевышнего. Он низвержен. Низвержен в преисподнюю. В ад, в глубины преисподней, как здесь сказано в 15 стихе. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Павилонский царь, главный враг рода человеческого сатана, которому Господь попускает и скушает людей, тоже низвержен. Он тоже будет низвержен. Об этом мы читаем в книге Апокалипсис Иоанна. С ним произойдет то же самое, что произошло и с павилонским царем. А когда-то в начале истории мироздания Люцифер, прекрасный ангел Господень, венец начаток творений Божьих, был когда-то за свой бунт против Бога, тоже низвержен и отлучен от Бога и в преисподнюю снишел. Не следует путать Шеол с Еномом, с Гиеной. Гиена, Еном, образ, который взят от долины сынов Еномовых, всеобщий городской свалки Иерусалимской, где червь не умирал, огонь не угасал. Это место мучения. А вот Шеол, преисподняя, это не место мучения. Это просто место пребывания всех умерших. Кто-то даже в Шеол, в преисподнюю, живыми был низведен. Как, например, Корах и его сообщники, поднявшие восстание против Моисея, Аарона и не желавшие подчиняться тем вождям народа, которых поставил над народом Всевышний книга чисел, очень красочно описывает этот бунт и это низвержение. Все, кто восстают против Бога, они будут низвержены в ад. В псалмах об этом тоже часто говорится. «Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли этот человек, который колебал землю, потрясал царство?» Ты можешь колебать землю, потрясать царство, быть, может быть, главным жандармом всех народов на всей планете, но ты тоже будешь низвержен. Эти слова можно сказать любому правителю любой сверхдержавы любого времени. Всех ждет одно и то же. Все будут низвержены, все те, кто сегодня пытаются землю поколебать или потрясти царство. Вселенную этот вавилонский царь идет обращение к нему. Вселенную сделал пустынью, разрушал города, пленников своих не отпускал домой. Вопросительный знак в русском переводе заканчивается, закрываются кавычки, заканчиваются риторические вопросы, обращенные к вавилонскому царю. Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице. Но любят у нас вождей, царей, императоров хоронить с почестями. И вавилоне любили, и в святой земле Израиля, и в России везде с честью хоронят каждый в своей усыпальнице. Народ воздает последние почести своим правителям. А ты, вавилонский царь, повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь. В этом проявляется проклятие. Вот если человек погребен вне гробницы, брошен как труп на попране, то это проклятие. Это очень нехорошо. И не дай бог никому быть брошенным без погребения оставленным. Вне гробницы валяющийся труп. А здесь как презренная ветвь. Здесь употреблен термин нецер. Между прочим, возможно, здесь намек на имя нецер, ветвь, отрасль, на имя вавилонского царя Навуходнецера, Навуходоносора. Презренная ветвь. А имя вавилонского царя Навуходнецер, угнетателя жестокого Навуходоносора, Навуходнецера, возможно, здесь перекликается вот с этим термином нецер, ветвь. Как одежда убитых, сраженных мечом, которых каменные рвы, ты как попираемый труп. Вот каков удел даже после смерти несет на себе уничижение и проклятие за всю свою гордыню вавилонский царь. Не соединишься с ними в могиле, с этими царями других царств, которые встали со своих престолов, приветствовать твое нисхождение в Шеол. Вот ты даже в могиле с ними не соединишься. Ибо ты разорил землю твою, убил народ твой, вовеки не поменется племя злодеев. В советские времена вавилонский царь часто сравнивался, вернее, вождь мирового пролетариата часто сравнивался с вавилонским царем. Вавилон, блудница, вином блудодеяния, которые упивали все народы, вспомним книгу Апокалипсис, вождь этого вавилона и даже такая распространенная народная этимология видела в слове вил или бел или ваал аббревиатуру, фамилию, имя, отчество вождя мирового пролетариата. Вавилон, духовный вавилон, коммунистическое безбожное царство, как много параллелей священной истории с нашей недавней историей, как много прототипов, прообразов мы встречаем в священном писании с теми, чьи когда-то портреты висели чуть ли не на каждой уборной в каждом нашем городе. Дальше звучит обращение, продолжается вернее обращение к вавилонскому царю. Готовьте заклание сыновьям его, вернее обращение к тем, кто рядом с вавилонским царем. Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не восстали и не завладели землею и не наполнили вселенной неприятелями. И восстану на них, говорит Господь Саваоф, Господь воинств, верховный военачальник всех воинств земли и, главное, небесных воинств. Он сам восстанет на них, на царя вавилонского, на его сыновей, они должны быть уничтожены, убиты, истреблены. И истреблю имя Бавеля Вавилона и весь остаток и сына, и внука, говорит Господь. Это нечестивое племя злодеев, начиная с вавилонского царя, и все эти вавилонские князья и владыки, и дети, их и внуки, все будут низложены, истреблены самим Господом, но руками медийцев, о чем мы говорили в предыдущем, рассматривая предыдущую главу. И сделаю его владеем, это уже речь идет о Вавилоне, о самом городе Бавеле, сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истребительную, говорит Господь Саваоф. Неприглядная картина вавилонских руин, там ежи, там заволоченная вокруг местность, южный Ирак, центральная часть Ирака. Вот такая судьба по суду Божию постигла Вавилон. Но дальше почему-то речь идет об Ассирии, об Ашуре, 24 стих. Чтобы сокрушить Ашура в земле моей и растоптать его на горах моих, и спадет с них Ермо их, и снимется бремя его с рамен их, с них, то есть с израильтян. Ашур, кажется, здесь история Ашура давно прошла. На смену Ассирийской империи пришла новая Вавилонская держава, Невухаднецар, могущественный царь Вавилонской державы, на которого возможно содержится намек двумя стихами выше. Так вот, здесь почему-то речь идет об Ашуре. Некоторые считают, что вот эти стихи с 25-го и дальше это отдельная пророческая речь, которую следует относить к 8-му веку до Рождества Христова, то есть к Ишаягу Иерусалимскому и событиям, связанным с нашествием Санхирива на Израиль и на окрестные тоже страны, на филистимские земли в том числе. 701-й год до нашей эры, Санхирив, его поход, его осада одним из его начальников Иерусалима, история хорошо описана в 4-й книге царствия, у того же Исаии, дальше мы об этом будем читать, конец 8-го века до нашей эры, а Вавилон, падение Вавилона, это происходит гораздо позднее, на 100 лет позже, конец 7-го века. конец 7-го века, но вот почему-то эти два пророчества здесь против Вавилона и Ашура соседствуют и даже одно включено в другое. Чтобы сокрушить Ашура в земле моей, то есть в земле Израиля, Ашур действительно был сокрушен, когда 185 тысяч в одну ночь ассирийских воинов пали у стен Иерусалима. Известная история времен царя Хискиягу, 701-й год. «Растоптать его на горах моих». Господь растоптал Ашура. Господь топчет своих врагов. Вот это именно такой образ употреблен. Здесь и в книге Михея вообще часто используется Богом, как Господь топчет и горы, и врагов своих. И спадет с них, то есть израильтян, ермо его, ермо вавилонского, ассирийского в данном случае царя, и снимется бремя его с рамен их. Таково определение, поставленное о всей земле, и вот рука простертая на все народы. Господь простер эту руку, как военачальник, как командующий простирает руку, дает знак, машет рукой, 13 глава с этого начиналась своим войскам. Войска Господь обозрел в начале предыдущей главы, махнул рукою, чтобы они вошли в ворота властелинов. Ибо Господь Савов определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее? Если Господь простер свою руку со своим жезлом, командующего против какого-то города, страны, народа, никто не может эту руку отодвинуть в сторону, сказать, нет, пощади, пусть не будет совершено. Если Господь простер руку свою карательную, наказывающую, значит, город, страна, народ будут подвержены истреблению. В год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово. Дальше с 28 стиха начинается пророчество против филистимлян. Пелештим. Земля Пелештим, земля филистимлян, прибрежная вот эта филистея, прибрежная на Средиземном море филистимская равнина, населенная пришлыми людьми, когда-то, когда их связывают с народами моря, пелазги, может быть, это были какие-то из греческих народов, которые пришли с Крита, заселили эту долину, низменную долину, там, где сейчас такие города, как Тель-Авив, Аждот, Газа, заселили эти земля, земля называлась филистимской землей, здесь она также названа филистимской. Пророчество о Вавилоне закончилось, заключительные стихи 14 главы пророчества против филистимлян. Не радуйся, земля филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон. Филистимляне, филистимцы, вечные недруги Израиля, радовались, что вот сокрушен жезл или Ашура, или Вавилона, и Ассирийская империя, Ново-Ассирийская и Ново-Вавилонская держава подчиняли себе филистимские земли. Эти земли были Пятиградия филистимская, города-государства филистимские с окрестными землями входили в Вавилонскую державу, до этого в Ассирийскую, были их территориями, были подвассальными, и с них, с этих народа филистимского собирали дань. Так вот, не радуйся, что иго сокрушено, жезл сокрушен, поражавший тебя, потому что ты все равно будешь подчинений. Из корня змеиного выйдет Аспид, плодом у него будет летучий дракон. Вот эти враги представлены, враги филистимлян и их угнетатели представлены здесь Аспидом, драконом. Тогда беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности, а твой корень уморю городом, голодом, и он убьет остаток твой. Ну, нищие здесь и беднейшие это израильтяне. Они получат отдохновение, безопасность, пищу, а корень филистимлян будет уморен голодом. Рыдайте, ворота. Ворота это образ для обозначения города, царства. Вой голосом город. Ворота, площадь у городских ворот, место социальной деятельности, место суда, место, где происходят все самые важные события в городе. Так вот, здесь метафора этих ворот, город, то есть должны плакать жители филистимские, должны рыдать и плакать. Распадешься ты, вся земля филистимская, ибо от севера дым идет, и нет отсталого в полчищах их. Земля филистимская будет покорена. С севера шли ассирийцы, с севера шли вавилоняне, и на филистею, и на Израиль, и на Иудею, все они шли с севера. Они проходили долиной Бекаа, между Ливаном и Антиливаном, для того, чтобы обрушиться на юг, на Иудею, на филистею, дальше идти на Египет. Основные неприятели в те времена шли именно с севера. Что же скажут вестники народа? Звучит вопрос в заключительном 32-м стихе главы. Вестники народа, здесь слово малахим, малах, это ангел, это вестник, посланник, например, тоже малах. такое слово употреблено. Можно вполне сказать ангелы, вестники, ангелы, но здесь те, кто несут весть, не ангелы, которые на небесах пред Богом предстоят, служат Богу, служебные духи пред Господом, а здесь имеется в виду посланники, вестники, люди, посылаемые с какой-то вестью. Что же они скажут? То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа его. Остаток, этот шар, вернется из Вавилонского плена. Куда вернется? На Цион, то есть в Иерусалим, Синегдаха, Сион, здесь обозначает город Иерусалим, Он, Господь, утвердил Цион, утвердил Иерусалим, на Иерусалиме его жилище, в Иерусалиме на Ционе, жилище Господне, и туда узники Сиона, вавилонские пленники, остаток иудейского народа вернется и найдет убежище, не богатые знатные, а бедняки Господни. Как здесь сказано, бедные из народа его. Это его народ, народ Господень. И Господь накажет ассирийцев, вавилонян, филистимлян, помилует и спасет остаток своего народа, бедных из народа его. Так заканчивается 14 глава книги Исаии. Запись делается для библейского портала Экзегет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok